Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Кальян для меня это та самая компания, которая возможно перевернула кальянную культуру в какое-то из поколений То есть сразу такую ремарку сделаю, для меня поколение это каждый год То есть для нашей кальянной культуры, которая очень сильно развивается из поколения в поколение, можно считать, что из года в год В прошлом году было все в трендах другое, а в этом году в трендах все другое И Кая, конечно же, потеряла свой тренд Да, сейчас очень мало где встретишь Каю В основном они у кого-то дома в каких-то кальянных просто стоят Допустим, с моей Каей я курил очень давно-давно У меня даже проебалось блюдце, и я даже не помню, где оно Возможно, при переездах оно где-то потерялось просто Так вот Я решил снять этот выпуск и поговорить немного о Кае Именно не как написано в тексте А Кае это немецкая компания, созданная иммигрантами из Турции и все остальное Ля-ля-ля, которое может дойти просто в интернете И как бы неинтересно Да, вот именно что-то такое жизненное Просто жизненный монолог О Кае от Давы, да? Но перед этим я хочу сделать, наверное, маленькую рекламку То, что на kayashisha.ru Это официальные дистрибьюторы Каи по России Да, Kaya Shop Они сейчас делают тотальную распродажу До 35% можно урвать себе какую-нибудь культовую Каю С какой-то модели И чтоб она у вас просто дома была Так что ссылочка на них будет в описании Kaya Shop И, конечно же, скидочки там уже сразу приплюсаны в магазине И теперь давайте, собственно, говорить про Каю Даже не помню, в каком году, когда Кая перевернула Но я прекрасно помню, что я работал в кальяный паровоз в Алма-Ате У нас на тот момент уже были темплы от Light Pro Были темплы от... Как гущенько, блядь Арт-хуки, да? То есть было уже, но! В какой-то момент Наш директор, сидя за ноутбуком Начинает заказывать себе стеклянные кальяны В магазин и в работу И там я увидел, знаете что? Да! Там я увидел Лакопу Я напросился, купите мне, пожалуйста, Лакопу Закажите для меня Лакопу Я хочу ее, деньги я вам отдам В итоге Мне заказали лимитированную версию Лакопы Которая была с матовой колбой То есть были как бы везде прозрачные А у меня была матовая и с красными логотипами Я был дико рад Я еще заказал себе силиконовый шланг Блядь, на тот момент Силиконовый шланг именно качественный, хороший И, конечно же, стеклянный мундштук Прорезиненный И кончик у него был Знаете, как это называется? Это называется фишлипс То есть рыбьи губехи В основном использовался для девочек Но и было прикольно Потом Мир перевернула новая модель Колобаш Я думаю, многие помнят такую модель Как Колобаш И она была реально крутая Там маленькая, компактная Кая Был Колобаш XL Колобаш и еще какой-то Барабаш был То есть немного отличался от другого У него был диффузор Это вот была самая, наверное, конченная модель Которая была Потому что это сейчас, да, все просто Нилитекс, бионит Какие-то порошки, чем можно вымыть А тогда была только вода Хлорка И всякие такие вредные примеси И один хуй Вот за этого диффузора Который был монолитно Вместе со стеклом В принципе невозможно было помыть Поэтому она не так сильно Пользовалась популярностью, да Но при этом во многих колянах Она была То есть Кая задавала Задавала, задавала Какой-то ритм Какой-то тренд И было все как бы заебись А потом Кая создала тренд на клик-систему Да, клик, ебать А это тяга Потом пошла нержа То есть Кая как можно Мощнее догоняла рынок, да, российский Выполняла его То есть в полном объеме потребности Но потом Что-то произошло Вот так по щелчку пальцев И Кая откатилась назад И она стала какой-то Не такой популярной, да То есть Про нее начали забывать Да и сейчас Вот реально, да Я вот с людьми разговариваю Там в чатах Мастерс Кальян чат Там о Кае Никто вообще В принципе не вспоминает А это Уходящее такое Я считаю, что у каждого дома Должна быть Кая Почему? Это то же самое, что у каждого дома Должен быть Халил Мамун Бист Серамика Дабл Дейкер Триметал Вот эти кальяны Они должны быть То есть Это какая-то память О той культуре И реально Я вот смотрю сейчас На этот кальян И я сразу вспоминаю Как мы у меня на хате устраивали То есть Дава хата, да Устраивали там Какие-то такие Тушнички с кальяном С музычкой Там с телочками И Это все прошло Но куря с этого кальяна Я прям Жестко флэшбэчу Да В те времена Вот Прям пух Пух Такие флэшбэки И я возвращаюсь В то время Но Нельзя забывать Что Кая Также еще и Создала Тренд на чашке Именно на фаннелы Помню у Кая был Такой прям фаннел Плоский-плоский Даже не знаю как назывался И я честно Даже не знаю Что на нем Можно было курить Но Кая одной своей чашкой Создала Именно Бренд Такое нарицательное Слово Да Под названием Ходшот Вот сейчас Кто-нибудь Кто смотрит Да В основном Меня смотрит Как и старое поколение Так и новое Объясните мне В комментариях Что вы считаете Что такое Ходшот Вот просто Не думая Напишите Ходшот Это И как бы все Да Никто вас ругать Не будет То что там Неправильно что назовете И так далее Но Ходшоты У Кая были Пиздаты И если честно Ни одна сейчас Чашка из разряда Ходшот Она не сравнится С тем Что делала Кая Также у Кая еще Была Каменная чашка Еще до того Когда этот Апгрейд Придумал Свою Каменную чашку Из каких-то Пород лавы И всего остального Кая Тогда уже Делала Каменные чаши И вот Ходшот Чтобы вы понимали И знали Возможно Да Это переводится Типа как Горячая чашка То есть Ну не прям Дословно А именно Смысл Горячая чашка Горячий тур Это когда Ты можешь Быстро забить В соло Покурить И уйти То есть У него был Примерный расход 5-10 грамм Это было Просто в упор То есть Ты табачка Кинул Поставил колодку Она чуть-чуть Прогрелась Покурил В колодке Какая колодка Бля В то время Фольга И убежал За счет За счет Толщины чашек Эти 10 грамм Они в принципе Быстро не сгорали И тебе было Достаточно быстро Пораскуриться И убежать На работу Я всегда Курил Свои лакопы На ходшоте А перед сменой И взрывал Там кальян А потом уже Бежал на работу Довольный Счастливый И когда я ехал В автобусе Я сука Не думал Бля Еще быстрее Буду приехать Покурить А потому что Что? Потому что Давушка Уже все Покурил На каждой В принципе Выставке Есть стенд Кая Шопа Да Это Подразделение Какое-то Дарксайда Можно назвать Хотя не связано Но связано Да И новиночки Я там уже не вижу Я вижу какие-то Новые крепления Но Смысл придумывать Что-то Если вы Теряете Моду Вы Не даете Российскому рынку То Что Российскому Рынку Нужно И поэтому Вот эта Кая Она теряется Она Незаметна Потому что Сейчас Огромный Рынок Где полно Полно Конкуренции И Кая Она туда не Залазит Как-то Почему? Потому что Кая гнет Свою линию И российскому потребителю Это не нравится И не нравится Их не подход Но Кая Она очень надежная Она курица Она хорошая И она долговечная В этом кальяне Можно увидеть Что он уже Не такой яркий Как был Но Колба не такая Прям блестящая Красивая Но Это Кая И это Кая Шиша И пройдет 10 лет Если я этот кальян Не продам Кому-то Не скину Не подарю Не отдам То Он всегда Будет куриться С ним Никогда Ничего не произойдет И здесь То что это старый Когда реально Использовали АИСи 304 Да А не какую-то АИСи 302 Или аналоги Китайские В принципе Мы как потребители Не можем этого понять То есть Здесь металл Реально Вечный Ну и Такая вот Маленькая история Про Каю И это реально Культовый кальяна И о нем Нужно всегда Помнить Тогда мы только Сможем Наверное Как-то хранить Нашу кальянную культуру А о чем говорить Даже про бесты Уже забывают Спроси Угончив Знаешь Их просто Их просто не существовало И тогда были Халилмамуны И мы задрачивали Знаете на что? На запоминание моделей Так же И в Кае Нужно было запоминать Все модели Потому что Ты не знаешь А модель Этого кальяна Ты лох Ты фуфло Ты Нихуя не знаешь Так и с Халилмамунами Ты Нихуя не знаешь Поэтому ребят Пока у Каи Есть какие-то скидочки То я думаю Можно будет Выцепить Всех хороших Хали Ой Хорошую Каю И хранить ее дома Как память О уходящей культуре И возможно Этот видос Посмотрят Кая Переведут его И поймут Что блядь А ведь этот Жирно-лысо-очкастый Чувак прав И нам нужно Блядь Что-то делать Интересное И это надо Делать И Каи Если вы смотрите То вы мне Чекнете Я вам Как бы Блядь Там ну Скажу Что нужно делать И как было бы Круто Поэтому Не упускайте Шанс Купить С 30% Скидкой Какую-нибудь Себе хорошую Каю И обязательно Прикупите К ней В коллекцию Ходшота Каи От Каи На Каяшиша.ру Как бы Ссылочки Все в описании Так что Ребята Это вот такой Вот был Монолог Немного Флэшбэков Немного Ностальгии И немного Наверное Хорошего настроения Так что Это Дава Дым И Пока-пока Ставьте лайки И главное Пишите Своё мнение Своё мнение О Кае В комментариях Я всегда читаю Но не отвечаю Но знаете Что я всё-таки Прочитал Пока Эх Кае Кае Своё мнение